Давайте-ка пройдемся по... Как это? Знаете, раз уж мы начали музыкальную тему, тогда я так задам вопрос. Все-таки танго или барыня? А, это вот то, что там... Ой, это как-то прошло почти незаметно, вот такое сказанул, да. Но пошла целая дискуссия, кстати, на эту тему, вы знаете, насчет танго и барыни. Конечно, другими словами, но вот я просто подряд услышал за последние несколько дней. Но сначала сказала Матвиенко, у них, как она называется, Совет Федерации она возглавляет. И вот она сказала, что нам, говорит, европейские ценности пытаются навязывать кривые европейские ценности, а нам они не нужны. Это сказала Матвиенко. И в тот же день Песков, это пресс-секретарь Путина, сказал по поводу Молдовы. Молдова ошибается, когда думает, что, значит, она должна отказаться от России. Потому что Россия – это и есть европейские ценности. Вот понимаете как, да? Поэтому они сами пока между танго и барами это не определились. Они не определились, они есть европейские ценности, их носители, или для них европейские ценности – это что-то чужое. Вот интересно. Поэтому не совсем понятно, что они пытаются заставить весь мир танцевать, танго или бар. Да, но, как мы помним, плохому танцуру обычно мешает то, за что он угрожал Саакашвили подвесить, как вы помните. Но с одним фактором они все-таки определились. Министр Шойгу озвучил дату – 2025 год. И это выглядит весьма и весьма странным, ввиду того, что у них выборы. То есть они таким образом собираются пропетлять, сказав, что… Как бы обещать победу в будущем? Или что бы это значило, по вашему мнению? Ой, ну вот именно, если говорить именно конкретно, прямо вот привязаться к дословным высказываниям Шойгу, я его послушал. Он, конечно, просто сам запутался в двух мыслях, потому что он человек невеликого ума. А две мысли были какие? Одна мысль, которую он хотел сообщить. Ну, он же к Путину обращается в своих речах, его больше вообще не интересует он ни к электорату, ему на выборы идти не надо, Шойгу самому. Он хотел сказать Путину две вещи. Первая – у нас там все хорошо на СВО, все как бы нормально, обязательно победим. Это была одна мысль. Вторая мысль – у нас тут есть программа перевооружения армии до 2025 года. Это вторая мысль. Но так как он их случайно соединил вместе, получилось, что война до 2025 года. Хотя хотел он сказать как бы две разные. Но при этом, теперь если уже отойти от самого высказывания Шойгу, а привязать продолжительность войны и выборы в Российской Федерации, то Путин не обещает закончить войну до выборов. Просто категорически не обещает. Он, наоборот, обещает россиянам ровно противоположное. Он говорит, война, ну, по сути, да, если, он говорит, война была, есть и будет, все, привыкайте, по-другому не будет. Он уже не раз к этому тезису возвращался. То есть если первые там месяцы войны все время казалось, как бы, когда слушаешь Путина, что вот сейчас мы типа уже все, сейчас победим и закончим, то потом он, когда у него было обращение к федеральному собранию, это было где-то в январе, по-моему, он вышел и стал говорить, что не-не-не, вы что, не понимаете, это теперь наше новое нормальное состояние, вот теперь будет так. И после этого он много раз, то есть в Санкт-Петербургский экономический форум, он выступает и говорит, если вы думаете, что скоро, значит, все закончится, вернутся европейские компании, то нет, не вернутся, нет, не закончится, нет, не будет. Вы думаете, что будет как раньше, нет, не будет. Он не пытается на 24-го года выбора идти под лозунгом, мы сейчас успеем победить, а потом выборы. Нет, он идет под лозунгом, а теперь выберите меня, чтобы я еще 6 лет воевал, ну, чтобы вы воевали вместе со мной. Ну, кстати, вам, как методологу, идеологу, политконструктору, будет интересно проанализировать заявление Суркова. Я так понимаю, Сурков снова был призван в поиске вот этих смыслов, да, слоганов, если хотите, рекламных. И, значит, он низвергся новым заявлением. Он говорит о том, что союз Америки, Европы и России, вот это триединство, у них же этот фетиш, да, отец, как это, бог, отец, сын и дух святой. Значит, вот триединства с Украиной, Белоруссией и Россией не получилось. Потом у них была попытка триединства Китая и Корея, ну, тоже весьма сомнительная, да, триединства. Теперь Америка и Европа. И он это называет, ну, не надо забывать, что все-таки это бывший Сурков был бывшим советником и ответственным как раз за украинские направления. Это тот самый, который говорил, что борщ есть, а страны такой нет. Но ребята, в принципе, ребята умные, говорил, он что-нибудь придумают. Значит, он был диалогом по проекту Новороссия, потом был отодвинут, как мы помним. И сейчас, значит, вот эта программная речь, которая, по сути, называется интеграцией Великого Севера. Он говорит о том, что триединный северный геополитический кластер появится, по его мнению, куда войдут Россия, США, Европа. Ну, и самое интересное, он говорит о том, что есть как бы в противовес, есть так называемый глобальный юг, как мы знаем, Индия, Латинская Америка, часть Азии, которая занимает относительно нейтральную позицию в российско-украинской войне, но не вводит против Российской Федерации санкции. Вот как вам кажется, что это за новый-новый союз? Потому что теперь они будут, наверное, лепить из Путина владычицу морскую, дескать, ну, вот Советского Союза не получилось, но вот он создает союз более глобальный. Насколько это удобоваримая вещь для российского избирателя, который убегает от войны, эмигрирует, не хочет мобилизироваться? Вот насколько это будет эффективно как-нибудь? А, и он еще, интересно, говорит, и единый северный геополитический кластер. Вот, вот, вот. Да, ну, к сожалению, для нас, во-первых, этот самый избиратель в большинстве своем же не убегает из России. И, в общем, он, может, не хочет мобилизироваться или хочет, мы не знаем, но мобилизируется, идет. Сколько там тысяч человек вышло на протесты, 300 тысяч пришло воевать, да? Да, мы спускались, там, по-моему, от 5 до 7 тысяч долларов дают за то, чтобы ты смог списать свои кредиты и криминальные деньги, да? Конечно, да. Поэтому они, к сожалению, в армию-то идут. Это я просто так уже в качестве лирического замечания, что вот те, кто избиратель, то есть к кому обращается любая сегодня идеология, это не те же люди, которые сбежали, там, выехали и так далее. Да, сбежавших, выехавших много, в смысле, я не знаю это число, но сами российские оппозиционеры уже вот вчера буквально говорили, там, в каких-то своих передачах про то, что их 5 миллионов, там, тех, кто выехал. Вот, то есть это вроде как значительно, но в то же время это, там, 3% населения страны. И не к ним обращается любая идеология, хоть Сурковская, хоть, там, Патрушевская, хоть какая. Теперь давайте эту саму идеологию разберем. Значит, ну, во-первых, сразу спешу успокоить всех, кто испугается у нас, что, дескать, вот здесь, а вдруг Россия действительно в какой-то союз, там, вступит США и Европа, и это будет прям Северный Союз. Ну, тут есть смешной нюанс, просто Россия – это незаметное что-то по сравнению с США или по сравнению с Евросоюзом. Но если сравнивать, там, по масштабу ВВП, ВВП США, по-моему, 25 миллиардов, ой, триллионов долларов, ну, примерно. В России полтора, то есть Россия – это 6-7% от США. Ну, то есть это такая малюсенькая штучка, которую не видно на фоне США. То же самое на фоне Евросоюза. В ВВП России в 10 с лишним раз, в 12 раз меньше, чем ВВП Евросоюза. То есть опять это что-то совершенно незаметное. Потому что мерить же, ну, не глобусом же мерить, да, не квадратными километрами, а смыслом, то есть что производят эти люди, кто они такие вообще. И вот выясняется, что Россия ничего особо не производит, и они, в общем, никто, все, кто там проживает. И поэтому, как можно организовать союз, вот как бы это как, ну, как бы прям этот галантерейщик и кардинал, понимаете, галантерейщик в данной ситуации Российской Федерации. Это если смотреть на практический смысл этого всего. Теперь зачем это пишет Сурков? Это уже другое. Сурков, он пытается быть, быть претендентом на звание идеолога. Он сейчас, его никто не призывал, он никем не работает, насколько мне известно. Не, могло там поменяться, тут, конечно, у меня какой-то большой инсайдерской информации нет, но в то же время, если бы его призвали, это было бы громко объявлено разными, ну, как минимум, оппозиционерами. То есть он вроде бы как сидит себе тихонечко в Чечне, насколько известно, но это по всяким там слухам, да, в смысле, что он там просто нашел себе пристанище, убежище, помогает какими-то действительно работать чеченскими властям, а в российскую власть он пытается вернуться. И он раз в какое-то время, там, раз в полгода, то напишет статью, то даст интервью самому себе. Вот прошлый жанр, в котором он выступил, это он давал интервью самому себе. У него есть какой-то псевдоним, и вот этот человек с псевдонимом брал интервью у Суркова. Вот, но это было интервью самого себе. Ну, теперь вот такую придумал. А до этого у него глубинный народ был, а до этого еще что-то, что мы уже не вспомним. Купит ли это власть? Вот вопрос в чем. Он же хочет, он же приносит на блющики, говорит, Владимир Владимирович, купите у меня вот это. Ну, купите не за деньги, а в смысле, возьмите меня, я буду это реализовывать. Нет, не купит. Власть выбрала, на самом деле, себе вектор идеологический. Он вполне понятен. Вот враги, все понятно. А мы вообще сами, Великая империя, какие союзы? Зачем нам, когда мы самые главные, мы всех победим, и мы-то и есть центр мира? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова